здравствуйте я вам хочу показать как шить просто летнюю блузку вчера была в скидочке в распродажах будем так говорить купила платки по 100 рублей этот метр шестьдесят на сто двадцать пять этот метр сорок на метр тридцать вот из этого я хочу шить блузку ткань шифон но вот этот платок он очень нежный вот этот чуть-чуть погрубее поэтому платку у меня проходит вот такая темная полоса если я расположу ткань так отлично да вверх будет темный низ будет светлый будет разограничение рисунка но мне не хватает длины располагаю ткань по-другому чтоб не хватило длины и у меня получается что блузка делится на две части одна темная другая светлая складываем все уголочки вместе соединяем складываем материал четыре сложения обращаем внимание где у нас изнанка где у нас лицо это даже видно по кромке и видно по лицу теперь нам нужны мерки обхват шеи обхват груди обхват талии обхват бедер и что мы делаем мы теперь обхват шеи у меня 37 делим на 4 получается 9 по расчетам там я один сантиметр ужулила потому что у меня вырез будет больше я отложил здесь 12 сантиметров сразу не режьте вырежете под спинку опять же вы должны сориентироваться какой у вас будет вырез потому что его можно сделать на резинке с обтачкой по шее на пуговицах просто с разрезом на каких-нибудь крючочках вы когда сняли свои мерки вы должны ориентироваться на самые большие части тела может быть у вас живот большой попа большая грудь большая и что мы делаем у меня 100 но так как у меня будет по талии резинка соответственно я прибавляю вы на свободное облегание прибавляете сантиметров 10 у меня по моим меркам получается 25 сантиметров ну я возьму 32 сантиметра но пусть будет вот по эту черточку рисую и выходим на рукав с вами смотрите сейчас видно вам и плавно и нежно вот так рисуем и рукав опять же все все зависит от модели узкий у вас будет рукав или широкий может быть у вас платок будет шире больше вот я думаю что вам видно и вырезаю ну вот это обхвата бедер от 100 сантиметров у меня то получается общее 132 но лишнее всегда можно отрезать вы можете сразу наметать боковые стороны потом вырезать вырез горловину рассоединяем блузку это передняя часть это задняя рисуем горловину на передней части какую вам нужно она должна соответствовать вашей обхвате головы чуть больше я делаю намного больше потому что здесь я буду пускать или шнурок или делать резинку если у вас круглый вырез старайтесь чтоб на плечевом шве не было острых углов наметываем и смотрим все ли нас устраивает ширина горловина шифон обязательно наметывать если вы решите прошивать без наметки шифон он все время пытается куда-то убежать если вы знаете что на вас эта модель хорошо сидит можно заколоть булавками я обработала один край и нашла середину потали сюда я буду пришивать резинку но вы знаете вариантов очень много кулиска отверстие под шнурки наружная кулиска внутренняя резинки всякие рюшечки сборочки но у меня будет внутри проходить простая резинка и поэтому я сделала пометку где будет пришиваться резинка но я прошила край конечно можно прошить пришить резинку на переднюю половинку и на заднюю по отдельности совместить вот эти края и прошить а потом конечно обметать но это дело каждого шифон есть шифон взяла резинку разделила на четыре части вставила иголочку и пометила мелом резинку берем на сантиметра 34 в зависимости от ее тягучести сантиметров меньше на блузке делаем середине пометку чтоб нам с другой стороны не мерить не измерять в серединку по вашей метке иголочку вот так сделали а с этой стороны вот ваша иголочка и вот ваша меточка и тем самым мы перенесли метку резинку лучше пришивать зигзагом как мы пришиваем резинку мы можем вот так и и вот мы ее закрепили вот так тянем и прошивать но она у нас может куда-то убегать вот лапка вставляем видите это внизу сначала мы делаем на начале резинки закрепку и потом просто шьем мы ее подтягиваем и она никуда у нас в сторону не уходит распределила резинку что было равномерная складка если вы уже пришиваете по прошитому обработанному краю боковому то швы ваши должны смотреть на спинку по поводу рукава смотрите я сюда буду вставлять также резинку вы можете подвернуть вот этот край и вставить резинку но про что речь когда вы руку поднимаете она у вас на ширине плеч у вас рукав ровный когда вы руку опускаете у вас вот этот угол получается намного больше чем вверх вам немножечко надо вот этот низ скосить когда у вас рука опущенная она у нас постоянно опущенная у нас этот угол мотается если у вас широкий рукав но так как у меня на резинке и резинка вот так сделает сборку у у меня будет этого не видно дефекта я специально не прошивала рукав резинку также распределяем на 4 части и прошиваем все прошили дело за горловиной смотрите вы можете обметать подогнуть и прошить но в некоторых местах когда вы просто подогнете у вас могут быть заломы когда вы вставляете резинку это видно не будет потому что это будет сборка можно сделать обтачку обтачка выкраивается по контурам также вот ткань вы кладете обводите все вот эти вот черты сантиметров 5 делаете припуск обметываете вообще ее проклеивают всегда обтачку и пришиваете у нас осталось 4 вот таких кусочка ткани вот из этого мы можем что-то мастерить обтачки пояс цветочки какие-нибудь у нас с вами плечевых швов нету поэтому выравниваем делаем пометку воткнула иголочки и мелком нарисовала соединила горловину булавками здесь центр переда и что мы делаем берем ткань два слоя положили смотрим чтобы у нас все попадало соединяем края но чтобы у нас было здесь ровно и плечевые швы они тоже смотрели ровно когда обвели но плюс припуски на швы так как у нас здесь без швов вот эту высоту вы берете свою я беру много специально оставила столько хочу сюда сделать как кулиска пустить резинку а здесь что были также рюшки вырезала я ее не проклеивала высоту взяла 9 сантиметров заднюю часть выкраиваем также шиваете обтачку между собой швы у вас должны смотреть назад обрабатывайте эти края все зависит опять же от вашего варианта делаем пометки по обтачке центр это плечи ориентируемся и на изделие центр и скалываем булавками если у вас смотрит это на заднюю часть точнее вовнутрь вы складываете лицо к лицу прошиваете и потом на изнанку выворачиваете у меня здесь наоборот я буду выворачивать на лицо горловину сколола я по лицу изнанка к изнанке потому что она у меня будет выворачиваться на лицо теперь мы прошиваем горловина прошили прогладили в разные стороны слегка перекатили на изнанку прогладили под резинку пустила кулиску оставила расстояние чтоб вставить резинку но на плечевом шве и обметала не обметала прошила края края лапка там специально стоит пыталась ее натянуть чтоб побольше она фолдила вот такая лапка делает очень красивый шов так как я делала большую горловину замеряю окружность резинку беру на 10 сантиметров меньше и вставляю берем резинку чтоб не было никаких перекрутов друг на дружку складываем и вручную зашиваем узлы никакие не делаем зашиваем отверстие где мы вставляли резинку вот такой ворот получился вот такие рукава получились у меня просто в экран целиком ничего не попадает вот что у нас получилось ну миленькая хорошенькая но если бы я знала что я буду шить блузку конечно я бы взяла какой-нибудь яркий веселенькую ткань это я брала вообще на платок на голову вот и все с вами была валентина никита за 100 рублей мы сшили блузку пока пока